Всем привет, ребята, и добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Наташа, и сегодня в видео я хотела вам рассказать про свою новинку. Это помада Plushes Plushes от Lime Crime. Сегодня у меня такой необычный видок, ну, знаете. Не знаю, что делать со своими волосами, я хотела сделать такие типа пляжные кудри, но что-то такое получилось. Какой-то эффект мокрых волос, они на самом деле сухие, ну, такие, может, немножечко. Немножечко не совсем сухие, но сухие. Объяснила, блин. Не знаю, мне не нравится. Ну, ладно. Короче, помада от Lime Crime Plushes. В общем, плюшевая помада от Lime Crime. У меня она в оттенке Melon Smoothie, дынный смузи. В общем, я очень долго хотела себе эту помаду, именно попробовать, именно вот эту формулу. Я очень хотела. Вот. И мне очень нравится эта упаковочка. Она такая прозрачная. Это пластик, но он такой плотный. Вот. И она прям такая, как красивая коробочка выглядит. Вот тут написано оттенок Melon Smoothie. Вот. Такая вот классная, короче, коробочка. Очень классная вот эта упаковка. Это стекло. Прям такое плотное, мощное вообще. И вот эта крышечка, она такая мягкая, бархатная, вот плюшевая реально. И внутри этот аппликатор, в общем, эта штучка, она тоже стеклянная и прозрачная. Мне кажется, это так красиво. Мне кажется, что это очень красиво, очень стильно. И так, не знаю. Ну, как-то круто, дорого выглядит. Я уже ей пользовалась. Вот. И цвет мне очень нравится. Короче, очень классный цвет на каждый день, на мой взгляд. Ну, как бы он такой немножечко с оранжевым тоном, да? Как-то так это называется. И эта помада также быстро высыхает. Это матовая помада. Но она такая в более плюшевой текстуре, то есть в более прозрачной. На губах выглядит просто вообще потрясающе. У меня вообще не очень много нюдовых помад. В косметичке почему-то так сложилось, не знаю. У меня есть нюдовые, но их совсем немного. Вот. И я очень хотела попробовать именно от Lime Crime. И именно вот такого цвета, немножечко более теплого, такого оранжевого тона. Вот. Там было, на самом деле, много похожих оттенков. Но мне хотелось что-то такое вот необычное. В общем, давайте посмотрим, как он выглядит на губах. Сразу скажу, что его нужно немного. И вот когда вы его вытаскиваете, сразу же чуть-чуть снимите. Ну, как бы я не всегда так делаю, но в данном случае надо точно снять. Потому что самый кайф, когда вот он очень тонко нанесен на губы. Он. Типа это блеск, да? Ну, короче, это помада. Она. Вот. Вот. Когда это тонким слоем нанесено на губы, это выглядит вообще просто шикарно. Возможно, кому-то может показаться, что это похоже на блеск от Кали Дженнер. У меня, кстати, было видео. Вот о нем, кто помнит, может быть, очень похоже. И у меня как раз тогда тоже был розовый макияж. Но блеск от Кали все-таки более коричневый у меня был. У меня оттенок. Вот. Вот на руке он у меня уже прям полностью застыл. Он полностью стал матовым. На губы я предварительно всегда наношу что-то увлажняющее. Потому что, ну, я вообще люблю, когда губы такие, типа, мягкие, увлажненные. Не люблю, когда они сохнут. Вот. И, естественно, перед нанесением я также заранее наносила увлажняющий бальзам. Так что надо подождать, когда она засохнет. Но я уже чувствую, что она уже стала более матовой в некоторых местах. Вот. Но ей все-таки нужно какое-то время немножко подсохнуть. Хочу сказать сразу, чем отличается плаш и слайм-крайм от их стандартных помад Velvet Teens. Тем, что все-таки это более тонкая текстура. То есть вот я нанесла на руку, и у меня чуть-чуть цвет кожи просвечивает. То есть она не таким прям плотным слоем ложится. То есть если вы хотите большей плотности, нужно где-то два слоя нанести точно. Вот. Но так как я выбрала такой вот довольно нюдовый оттенок, в принципе, похожий под цвет моих губ натуральный, вот, то мне это не нужно. И мне вообще нравится, когда вот он таким вот тонким-тонким слоем ложится. Не знаю, выглядит как просто свои губы, только чуть лучше, чуть больше. Конечно же, миллиметр за контурок. Вот в основном отличается вот от Velvet Teens именно покрытием, то есть более тонкое покрытие. То есть это когда вы хотите матовые губы, но это не какое-то мероприятие, а какая-то ежедневная история. Вот. Отличная тема. То есть с матовыми губами Velvet Teens там, чтобы не вырисовывать прям идеальный четкий контур, чтобы не запариваться над помадой. Вот эту быстренько так нанес, она зафиксировалась, все. И у вас матовые губы на каждый день и очень стильно выглядит. То есть это именно для тех, кому лень что-то выдумывать с основной их линейкой матовых помад. Вот. Короче, это отличная тема. Это, наверное, самая лучшая моя нюдовая помада, которая у меня вообще есть. И мне очень нравится пользоваться этой штукой прям реально на каждодневной основе. Ну вот просто как бы как естественный макияж. Вот с этим, с этой помадой вообще отлично смотрится. Ну вот она уже, в принципе, застыла. И такой получается эффект. Да. То есть ничего не отпечатывается. По-моему, вообще отлично. Я так всегда говорю в своих видео. По-моему, отлично. По-моему, супер. По-моему, неплохо. Как бы они такие естественные, матовые. И вообще нет ощущения засохших губ. То есть так как я наносила ее уже в жизни, пользовалась ей на каждой дневной основе. Могу сказать, что на протяжении дня, да, она может стереться с губ. Но только если вы действительно что-то там много едите. Или очень долго как-то проводите время. И не выправляете макияж. Но очень странно она как бы стирается с губ. Если вот вы едите, допустим. Или если вы намеренно как-то ее трете, что-то делаете. Не знаю зачем. Но вот допустим. Вот, она стирается, скатывается вот в какую-то такую крошку. Вот я, может, сейчас на руке продемонстрирую. Не знаю. Ну, блин, даже с руки я вот тру просто. Ничего. Она просто намертво. В общем, не покажу. Короче, очень стойкая помада. Вот. Растворяется, наверное, только если вы действительно что-то жирное едите. Вот. На каждый день просто вообще перфект. На губах вообще не чувствуется. Серьезно. Наносите на увлажняющий бальзам какой-то. Чуть подождите, когда бальзам впитается и немножечко лишняя вот жирность уйдет. Наносите плашес. Все. Она застывает. И просто можете вообще что угодно делать. Все будет круто. Я заказывала ее на Культбьюти. Я вот сюда напишу, сколько она стоила там. Сколько она стоит на официальном сайте. Вот. Сколько она, прости господи, стоит на нашем русском сайте. Не знаю. Я там все еще не решаюсь ничего заказывать. Потому что на Культбьюти или на официальном сайте, если есть скидки, там реально дешевле. Вот на Культбьюти особенно мне нравится то, что ты заказываешь сразу кучу всего. Бесплатная доставка. По-моему, от 40 фунтов там. Не уверена. Точно для 30. Вот. И все. И помада недорогая, с бесплатной доставкой. Короче, супер. Такое вот видео получилось. Мне очень нравится мой макияж, который получился. Тоже. Ставьте лайк. Пишите в комментариях, если вам тоже понравилось. И вообще, понравилось ли вам это видео. Ну, естественно, я думаю, оно вам понравилось. Иначе что вы тут делаете? Если вам не нравится мое видео, уходите. Я вас не держу. Ладно. В общем, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Там все дела. Подписывайтесь на мой инстаграм обязательно. Я там про все эти помады, про всю свою косметику рассказываю тоже. Более подробно. Вот. Я там еще кое-что советую. А еще бывает, я там что-то не советую. Если мне что-то не понравилось. Вот. Если не лень об этом снимать целое видео на ютуб, я пишу в инстаграм. Вот. Спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Пока-пока. Вот такое вот видео получилось. Подождите. Секунду. Вот Паша пришел, и я не могу разговаривать на камеру. Он сейчас закрылся моим халатом, чтобы... У меня нет. Да. Типа его тут нет, чтобы я его не видела. Короче. Знаете, как попугая накрываешь тряпкой клетку его, чтобы он думал, что сейчас ночь, и засыпал. Сейчас. Ну М М